Ну а система рендеринга, которая будет здесь использоваться, это замечательный, любимый V-Ray. Сейчас, секунду, и вот что еще не хватает мне для полного счастья? Одной мелочи. Но эта мелочь такая достаточно. Ну вот теперь все совсем хорошо. Итак, уважаемые друзья, мы все знакомы с визуализацией, знакомы с материалами. Возможно, все знакомы с V-Ray, но это дело поправимо, естественно. Всем отлично знать, что такое материалы, что такое диффузные бамп-карты, как они работают, как настраивается блеск, отражение, прозра. Это все во всех системах рендера примерно одинаково устроено. И вот у нас есть сцена с объектами. Тут есть источник света внутри лампы настольной. Давайте я его сразу сделаю поменьше, какой-то очень большой, уменьшим его ракурс. Учитывая то, что здесь включена физмодель и яркость выставлена сразу в люминах, то его размер не будет на яркость влиять. Второй источник света — это HDR-изображение, которое загружено в диалог окружающих средств. И вот вместе они дают картиночку, весьма симпатично. Давайте я нажму кнопочку render, и мы с вами увидим, что же там на выходе получается. Мы с почетчика mental или art. Здесь у V-Ray шикарная просто обработка. Силы засветов, общий ярко. И еще двух источников позволить. Такой три. Пока к материалу мы, очевидцы, не приступили, я выделю эти подсвечники, сделаю ангруппами. Выделю сами свечки. Также он оттачен среди них. V-Ray позволяет создавать источник света по форме предмета. То есть есть такая кнопочка у V-Ray, создать mesh light. Тот объект, который выделен, по сути, превращается в светильник. Вот я нажал ее, очков, готово. Теперь это два светильника, видимых зрителям. Настрою их как-нибудь. Ну, например, поставлю яркость, что-нибудь типа там 50 люмин, не больше. И температуру 1800 по шкале Кельвина. Это вот, ну, 1900 свечек, примерно так, температура. Очень красноват такой свет. Теперь можно рендернуть уже с этими светильниками. Опа, черное, это кажется так. А вот этот вот V-Ray направил свет внутрь, а не наружу. Бывает. Для этого предусмотрена настройка в mesh light, которая называется поменять направление света, то есть флик нормальность. Если свет неправильно определился, всегда ее можно поставить. Ну, пожалуй, поярче сделать, потому что 50 малых будет. Ну, а теперь все хорошо. Свечки светятся. И дают такой очень теплый свет. Замечательно. Ну, пожалуй, послабее все. Изначальная идея 50 была правильной. Что еще хочется достичь? Сразу не пройдя, появится отказ. Чтобы вокруг свечей были вот такие мягкие светящиеся орелы. Потому что когда мы смотрим на пламя, невооруженные взглядом, да и глазами фотоаппарата, если это открытое пламя, экспозиция настроена на полумрак, то пламя будет давать сияние. Вера и позволяет это сделать. У него есть такая штука, называется оптические эффекты. И благодаря теоретическим эффектам я могу активировать эффект блум, то есть сияния. Но он говорит, давай ты отрендерешь еще раз. Сейчас пошел арендер. Достаточно совсем немножко так называемых пассов посчитать. Основным просчетом. Вот теперь вокруг свечей сияния. Мы можем настраивать силу сияния, размер сияния и привязку к форме сияющего объекта, чтобы сияние прям прижималось к телу свечи почетче. Я вот сделаю послабее размер, поменьше. Послабее захват, поменьше размер и побольше привязку к форме. Вот теперь я получаю сияние. Но в любую секунду это можно перенастроить. То есть вот эти вот параметры вы можете и после рендера менять, сколько хотите. Поэтому если сразу получилось не так, как нравится, всегда можно порегулировать. Ну вот, теперь со светом все хорошо. Весь свет, какой мне нужен, здесь у меня есть. Я позакрываю окошки постобработки, окошечки эффекта. Все вот осталось чистой картинкой. Ну и мы можем с вами переходить к теме материалов. Начнем мы с парочки весьма простых материалов. Но только сначала я хочу открыть новый, ну как новый, уже 100 лет в обед. Но для некоторых новый. Редактор материалов вот такой модненький, который называется схематичный редактор. И в нем, вот у меня будет первая закладка, назову ее Base, простые материалы. Возьму материал класса V-Ray из списка исходных компонентов. Сейчас, он потормозит немножечко. О, не торопится. Вот V-Ray материал, их очень много разных. Но у него есть стандартный материал, называется V-Ray материал, обычно V-Ray. Добавим его в трейд. Здесь его можно свернуть, поубирать там все лишнее. Вот я получил болванку материала. Таких материалов потребуется несколько штук. Поэтому давайте я сделаю парочку копий. Но самый простой V-Ray материал, такой без затей, без сложностей. Это будет материал фарфора для чашек. Возьмем шарик. И вот у него настройки. Диффузный цвет я сделаю какой-нибудь синенький. Отражение рефлект максимальное, чтобы они блестели. Есть поддержка настройки фаринеля. То есть правильный коэффициент отражения, ну и матовости. Хочу заметить, этот вебинар будет выложен в интернет, поэтому сможете потом посмотреть на записи, если хотите, какие-то настройки вам будут интересны. Вот я сейчас регулирую матовость отражения. Ну, пускай будет как-то вот так. Замечательно. Довольно глянцем. И я хочу, чтобы была анизотропность, чтобы блик был вытянут в направлении как в обображаемой полировке. Есть такая настройка, так и называется анизотропность. При ее увеличении блеск вытягивается или горизонтально, или вертитально. Чтобы чувствовалась направленная полировка по фарфору там и еще. Я возьму чашечки вот эти вот, покрашу данным интересным материалом. Готово. Рендерну, посмотрю, что получилось. Ну, чашки и чашки. Предположим, я хочу на этой чашке нанести какое-то рисунок. Ну, допустим, на синем фарфоре я хочу белый орнамент. У меня есть много всяких текстур для этого занятия. Например, есть текстура вот такая. Как не сделать материал, чтобы у него по уже имеющемуся синему цвету шел любой произвольный другой цвет согласно рисунку. Можно, конечно, взять в фотошоп эту картинку. Белый заменить синим, таким же, как на чашках. Ну, а черный заменить, не знаю, голубым, белым. Но это каждый раз в фотошопе я перекрашиваю придется. Поэтому сделаем иначе. У нас не зря занятие посвящено материалам сложным. Сложные такие, в которых есть какие-то необычные компоненты. Вот, допустим, взял я этот материал и сделал копию. Здесь это очень легко. И ему ставлю карту, которая называется mix, смешивание. И ставлю я на диффузный цвет, то есть на границ. Кстати, как вы можете ставить карту, вы можете прямо переносить карту в материал и отпускать. И вас спросят, в какое свойство ее поставить. Один из вариантов. Я говорю, давай в диффузный. Вот у меня карта mix. У mix два цвета. Основной и дополнительный. Я возьму синий материальчик вот этот вот. И его базовый цвет диффузный, правой кнопочкой сделаю копию. Два раза щелкну по mix, и как базовый цвет поставлю тот же самый, что и на шаге. Вот первый mix, первый цвет синий. Второй – это который будет участвовать в создании рисунка. Допустим, белый. Ну, он и сейчас белый. Давайте какой-нибудь возьмем желтый, не знаю. Самое интересное у нолса – это возможность ставить черно-белую картинку, которая создает переход по рисунку. Я ставлю ему картинку в mix amount. Можно нажать здесь по старинке. Можно нажать здесь два раза по слоте mix amount. А можно взять карту bitmap, которую все равно ставите. И просто перенести на map mix и отпустить. Вот. Только, ну, естественно, он спросит, куда втыкать потом. Вот. Самый простой вариант. Я перенес bitmap на эту карту в слот mix amount. Точно. Чтобы он сразу понимал, куда втык ставить. Какую картинку ставить? Ну, вот эту как раз с рисунком. И что получилось? Как видите, вот этот рисунок, вставляясь в карту mix, заставляет два цвета mix перемешать согласно рисунку. То есть теперь я могу прямо здесь эти цвета менять. Допустим, махнуть местами вот так вот. И вот я получил рисунок. И теперь я могу желтый заменять на любой другой. И видите, как этот рисунок изменяется. И мне уже не нужно в фотошопе подготавливать какой-то специальный файл с рисунком. Это также очень удобно, допустим, с обоями. Когда у тебя определенный цвет штукатурки, обои. И тебе нужно подбирать здесь, но согласно какому-то паттерну. Уберешь черно-белый паттерн, сверешь mix и два цвета подбираешь на собственную смотеренную. Вот так вот. Также, если я хочу, чтобы этот рисунок казался выпуклым, я могу этот же mix или лучше этот bitmap переподключить еще и как бамп. Я возьму выходную точку, занесу на материал и пущу. Он говорит, как что подключить? Как бамп подключил. Где там бамп? Вот он бамп. Вот теперь еще он и как бамп подключился. То есть видно, что теперь у меня стоит карта бамп в списке maps. Вот она, силу 30. Я, пожалуй, поставлю минус. Минус 50, допустим. Вот теперь я вижу, что рисунок еще и видит. Конечно, хочется его теперь на чашки посадить. Я возьму карту микса, включу ей отображение, чтобы именно она была видна. Возьму одну из чашек, переключу с перспективу, разгруппирую ее, выделю саму чашку. Надо теперь на ней выделить те полигоны, орнамент сядет. Ну или всю ее целиком покрасить орнаментом. Я вот, пожалуй, ручку не очень хочу красить. Я возьму вот так. Можно было и по изящному. Внутри тоже орнамент сядет, к сожалению, на таком подходе. Но был вариант и, конечно, без внутренней части выделить. Это, конечно, посложнее. Я выделю точку, переключусь на полигоны, чтобы выделить с донышком. И к нам бигрову захвачу ее вот так. Порой выделять объект дольше, чем материал делается. Теперь выделение перекину наоборот и скину ручку. Ну, пожалуй, самодейственный способ. Такие дела. И покрашу вот этим материалом с орнаментом. То есть, видите, у меня два одинаковых материала, да? Один только без орнамента, другой с орнаментом. Ну, естественно, который с орнаментом сел на внешнюю сторону чашки. Теперь бы приделать к ней UVW-мэп, естественно. Без него-то никак. Как же без UVW-то? Вот я приделываю UVW, режим цилиндриком. Вот как-то орнамент сидит. Можно поаккуратнее посадить его. Вот он спроекцировал на цилиндрический объект себя. Что со второй чашкой? Ну, со второй чашкой вся эта история замена. Не очень хочется этим заниматься. Поэтому я с предложением эту хорошую годную чашку просто-напросто скопировать на ту. Как и здесь. Вот так вот. Если я хочу такие же цвета получить на блюдечке в виде сложного рисунка, тот посложнее немножко, потому что... Так, что я делаю, да? Потому что... Я беру еще один материал. Такой же копирую. Так же ему засовываю карту Mix в качестве главного слота диффузного. И так же у Mix'а ставлю голубой цвет. И второй цвет ставлю вот такой же бледненький. Но только у меня нет черно-белой картинки, чтобы этот рисунок спроценировать. Я ставлю битмап Mix'а маунт, и я понимаю, что вот такой битмап у меня есть. Но он не черно-белый. Он синий-белый. А нужен черно-белый черный. Я поставлю какой есть. Он, конечно, сел, но не так, как надо. Его можно и нужно перекрасить. Есть замечательная карта Color Corrector, которая перекрашивает любые другие карты. Если вы хотите перекрасить какую-то карту, битмап, например, вы должны Color Corrector перенести прямо на ниточку, соединяющую битмап со следующей карты, отпустить. То есть вот так, это очень удобный подход. Раз, и отпустил. И вот теперь Color Corrector сюда, да здесь. Я могу открыть вот так две карты. Вот базовая, вот откорректированная. Color Corrector сразу скажу, что хочу монохром, то есть черно-белую карту из цветной. Он ее сделал. Ну, а теперь с помощью настроек контраста добавлю побольше черного, жесткого такого. Ну, вот, пожалуй, так. Теперь, благодаря Color Corrector, я получил очень четкое смешивание. Только стандартный, флифтный, стандартный, все отлично. И вот у меня блюдечек с таким же рисунком будет. Этот материал ляжет на блюдечке. Но с блюдечками я уж не буду особо морочиться, потому что снизу все равно его не видно зрителю. Поэтому я позволю себе покрасить целиком все блюдечки с этим материалом. Не забуду отобразить картинку. И приделаю ее в W-Mate, но здесь обычно плоский. То есть вот так. Вот мы видим блюдечко, чашечку, все лучше. Вернувшись глазами камеры, мы обнаружим, что не особо-то это вообще из-за этого. Я имею в виду блюдечка, чашек, заметно очень даже. Следующий материал – чайник. Он будет глини. Возьму новый материальчик какой-нибудь, вот этот, допустим, и сделаю из него такую матовую глиню. Диффузный цвет. Тоже вот в этом же оттенке пускай будет. Отражение побольше. Но глоссинность, то есть глянцевость, я делаю очень мало. Допустим, там 0-6. Нож даже 0-5. Вот матовый, матовый цвет. Но эта глина будет покрыта сеткой мелких царапинок. Соответственно, я беру карту Bitmap, засовываю, как бам. А карту Bitmap, он сначала спросит, какую взять. Ну вот у меня есть картинка, называется Scratches, царапки. Вообще таких картинок можно очень много найти в интернете. Сейчас, а где? Странно. То ли я слеп, то ли я забыл ее записать сюда. Нет, вот это, конечно. Вот такая замечательная картинка. Вот я возьму этот самый Scratches и поставлю как бам. Царапки немножко видны. Силу бам я сделаю с минусом. Потому что, если вы посмотрите, да, в карту царапка. Царапки-то белые. А они должны в глубину уходить. Значит, это будет минус. Минус, допустим, в карте. И еще один нюанс. Я хочу, чтобы у меня поверхность блестела сильнее, царапки блестели слабее. Собственно, очень не блестели. Можно эти же царапки переподключить сюда же, как карту рефлекта, то есть силы блеска. Но я боюсь, что как рефлект она не очень работает сейчас. По той причине, что нужно делать больше разницу и больше яркости давать на нее. Не такую темную. Поэтому мне придется сейчас что-то сделать. Тот из них, который подключен на рефлект, снабдит цветокорректором. Теперь, видите, у меня бамп подключен обычным образом, а рефлект подключен через цветокорректор. И для бампа и так сойдет. А вот для рефлекта я через цветокорректор подниму яркость, подниму контрастность. Хочу, чтобы она была серенькая, а царапочки белые. То есть серый означает средний светлый блеск, а белый означает максимальный светлый блеск. О, замечательно. Сейчас материал выглядит вот так. Давайте сделаем. Не такой большой. Глоссинность. Вот немножко чувствуется. Еще один момент. Бывает так, что карта слишком сильно влияет. Вы можете тогда понизить ее влияние. То есть списки мэпс. Вот карта рефлекта дает очень сильное влияние. Роджинов половина влияет. По 100-50. Вот теперь царапки. Они дают и определенный эффект на блеск, и определенный эффект на бамп. То есть царапки, они блестят меньше. И бамп дает больше, естественно. Сложно подбирать, потому что вот так, как-то вот так. Но все, хорошо. Можно очень долго копошиться, к сожалению. Но пускай будет чайничек у меня такой, весь царапинка. Так, пожалуй, я выделю все его детали, покрашу, особо не разбирая, кто там приделает. С вазой все еще интереснее. Я хочу, чтобы она была с рельефом, но не бампом. Есть такая технология, как дисплейс. Дисплейс – это истинный рельеф, который на самом деле работает. Немножко капризная штука. Но, тем не менее, срабатывает отлично, особенно если вы готовы немного подождаться. Сделаем материал для вас. У меня уже очень много материалов начинает появляться. Давайте я как-то рассортирую немножко. Так, это у нас все, что с посудой связано. Это у нас тоже. Вот и будет ваза. С вазой ситуация такая. Давайте я поставлю диффузный цвет какой-нибудь. Можно так по старинке нажать в диффузную. Можно переместить на мне битмап. Я то так, то так делаю совершенно. Нет нужды повторять современное и то же действие. Итак, вот есть такая текстура вазы. Единственное. Черное с коричневыми элементами. Сейчас я назначу материал на вазу. Ну, получилось что-то вроде вот такого. Ничего особо не дающегося. Отдельный материал. Отдельный материал. Я сделаю для ручек вазы. Так, сейчас только я блеск не настроил. А он нужен. Блеск не очень даже пригодится. Насчет блеска. Я хочу, чтобы рисунок золотистый блестел сильно, в то время как рисунок на черном фоне блестел слабее. Ну или наоборот, не важно. Тогда та же история. Этот же битмап. Подключаем еще и как рефлект. И желательно поставить color corrector на него. Вот так вот мы не можем подключить. Немножко расстраивает. Придется сделать плюсик нажать. Потом отключить color corrector на рефлект. Вот. Чтобы рефлект давал нужный эффект нам, я в рефлекте сделаю черно-белый. Вот. Ну и пожалуй побольше блеск, побольше контраста. Вот как сейчас я сделал. У меня рисунок блестит сильнее, фон блестит слабее. Если я инвертную его, то я сделаю обратно. Он будет обратный эффект. Тебя поймать с инвертом очень сложно. В цветокорректоре неприятный момент. Тут надо или инверт, или монохром. Два режима сразу не хотят работать. Поэтому если ты хочешь и инверт, и монохром, то ты сначала делаешь, как тебе надо в монохроме, а потом, это конечно не самый лучший вариант, но тем не менее, ставишь еще один color corrector дополнительный. И его включаешь режим инверт, то есть делай наоборот. Вот теперь я получил обратный эффект. Вот так, пожалуй. Кстати говоря, не очень инверт здесь получился, к сожалению. Бывает такое. Включай. Придется все-таки ловить его. Вот так я хотел бы. Все-таки я хочу, чтобы у меня именно рисунок был потемнее, а фон посветлее. Тогда рисунок будет блестеть не так сильно, как фон. Все хорош. Предположим, такой вариант не устраивает. Лежит он на вазе, замечательно. Но заметьте, на рендере, давайте я спрячу все, кроме вазы, так бы быстрее. На рендере. Ваза получается неплохая. Действительно она блестит, она блестит хорошо, а рисунок остается маткой. Очень хорошо видно блеск на черном глянце, и слабо очень блестное рисунок. Но я хочу, чтобы рисунок был выкатан. Тогда нам нужна черно-белая картинка. Привет, Александр. Так вот, нужна черно-белая картинка. Я возьму еще один выход из этого же битмапа и подключу его в дисплейс. Карта дисплейса – это честно работающий банк. Дисплейсмент. Вот она. Работает только при соблюдении ряда условий. Тоже через Color Corrector ее желательно подключить. Потому что дисплейс должен быть черно-белый и по возможности высококонтрастный. То есть я его тоже сделаю монохром и сделаю подчетче. Вот как-то вот так. Более того, мне желательно, чтобы картинка была чуть мухноватой. Такая функция – сделать мухноватой – есть в самом битмапе. Но этот битмап я мутным делать не хочу, потому что тогда это станет влиять на все остальные слоты. Поэтому я возьму битмап, скопирую и переключу сюда отдельную копию этого битмапа. Потому что теперь я могу в этом битмапе усиливать так называемый блю. Блюр офсет. Блюр офсет – это мутность. Зачем она нарушена? Дисплейс. Чтобы работал мягче, желательно более плавные переходы между элементами рисунка. Я поставлю совсем немножко. Но вот если поставлю большое значение, допустим, 0.1, и прочее, вы прямо увидите, как картинка здесь стала абсолютно мухой. Мне достаточно 0.01 где-то действует. Вот, отлично. Так чего же я в итоге добился? Вот у меня на дисплейсе такая картинка. Чуть-чуть смягченная. Рендер. И я вижу, как на вазе рисунок получается конкретнейшим образом выпуклён. А как отрегулировать силу, с которой он будет выпуклён? Ну, частично это цвет картинки, частично это у материала в списке Maps. Вот он, дисплейс. Сейчас стоит 100. Любое значение, меньше или больше, будет влиять на его силу срабатывания. Допустим, поставлю дисплейс 800. Ну, а я теперь ему, конечно, не поздоровлюсь, но вы увидите, как это срабатывает. У него кого не будет теперь сомнений, что это точно совершенно не бабло. Мне что-то нравилось. Значение 100, может быть, 150 сделаю. Кстати говоря, в настройках V-Ray в разделе Settings есть контроль качества срабатывания дисплейса. Сейчас стоит плохое качество, 4 пикселя. Я поставлю 1 пиксель, это идеальное качество. Это насколько тонко рисунок прорабатывается. 1 пиксель означает прорабатывать предельно точную рисунку. То есть теперь мы получили еще и рисунок очень-очень точно прочерчен. Ну, давайте для экономии я 2 пикселя поставлю. Ну, это должно хватить. И все-таки больше 100% они будут лишиться. Вот теперь у вас действительно чувствуется рельеф, и видно, что рельеф, он не плоский. Он действительно истинный труд 3D-рельеф. Дисплейс очень хорош в таких задачах. Но, видите, надо было карту сделать черно-белой и подблюрить немножечко. Из блюра она бы не дала таких плавных линий, она была бы вот такая ступенчатая немножко. Это, конечно, делают в Photoshop те, кто не умеет пользоваться color-корректорами и все эти схемы с подключением. Так, у нас получилось уже некоторое количество материалов. Теперь займемся железями. Вот у меня есть железки для подсвечников, вот для этой подставочки. Сделаю я всю новую вкладочку, назову ее металлс. Очень удобно, потому что есть вкладки и можно переключаться между ними, чтобы все материалы в одной кучке не толпились. Можно также материалы переносить из кучки в кучку, вот вместо один пустой. Я вот его перекину командой move3 to view металлс. Вот теперь он там живет. Понаделывание с какой-то с ним. Итак, металл. Вот для начала обычная полированная сталь. Берем цвет диффуза и ставим почти черный. У металлов полированного нет диффуза, только рефлект. Рефлект ставим побольше. По старинке можно отключить отражение по френелле, но если более правильно, лучше отключить блок отражения френелле и поставить коэффициентом для стали полированного в 12. вот так. Ну, допустим, у коронного тот же самый френелле вообще не отключаем. Там нет понятия френелле, не френелле, только френелле. Вот. Ну, и чуть-чуть матовости сделаем где-нибудь там 0,9. Но как быть, если я хочу, чтобы на стали были царапки небольшие и вот эти царапки были матовые. тогда я ставлю картинку прямо в Reflection Glossiness. То есть не в силу рефлекта, а в матовости. Для начала я поставлю битмапочку в матовости. Типа вот такой. Или еще лучше с направленной полировкой металла. Сейчас, секунду. Вроде я ну вот можно вот такой. то есть вот эти вот микроэлементы, они снижают гладкость поверхности, они делают ее матовой. Чем темнее, тем матовой. И само собой вы можете, вот чувствуете, какая сталь у тебя снижается. Вы можете засунуть сюда цветокорректор на стык и в цветокорректоре, повышая яркость, вы будете по сути снижать силу ее, потому что чем белее, тем менее заметнее. То есть я вот цветокорректором яркость повысил, сталь стал идеально полированный. Яркость понизил, сталь стал идеальным отрубным. Ну, значение где-то там в серединке они дают нужные. Вот сейчас вот так. Также можно сделать еще такую интересную вещь, как понизить общий коэффициент влияния в списке мэпс, чтобы он был не 100%, а там, скажем, 70-80%. Ну, чтобы и свойства учитывались материалы, это как какие-то далее. По-пустим, 80%. 60%. Назначу я этот материал на подсвечнику. Было бы, конечно, очень неплохо посмотреть, а как там с U-Mapping дела обстоят. Есть ли он на них? Ну, какой-то есть. Не скажу, что я в сильном восторге, я лучше перемейтить, как хотел бы. Применю U-Mapping, допустим, режим Box. Не очень это хорошая затея к цилиндрическим телам, но здесь такая карта, что не особо видно ее. И скопировано второй подсвечник. Вот теперь оба они с каким-то рисунком. Основание чайника тоже металлическое, только это такой чугуль темный. И та же история. Делаем темный металл. Где-то у меня ой, здесь притаились. Делаем темный металл, то бишь диффуз черный, рефлект небольшой. Но можно большой, только UR тогда маленький. UR допустим 4. И все-таки рефлект послоделает. Ну и какая-то там матоваясь, допустим 0.6. Вот такой темный металл. Еще меньше рефлект надо многовато поставить. Но и опять чтобы чувствовались какие-то пятна неоднородности в блеске. Я допустим или в рефлект или в глоссинце или туда и туда воткну какую-нибудь картинку, которая давала бы пятна. Вот скажем нормально вот это тоже можно поставить. Вот раз рефлект. И мы видим как она на рефлект воздействует. Где-то видите отражение больше, где-то меньше. Как будто такой мысленистый, какой-то заляпанный чем-то. Как будто там заляпали потом отмыли. Все вот эти карты с такими пятнами, шумами, они очень интересно смотрятся. Ну степень влияния сделала поменьше. Чтобы она так сильно поджигала ее. Рефлект поставлю сам посвечен. Ну и давайте эту карту еще послабее, кстати, все намного. Вот. Назначим сюда. Попросим показать картинку. Как там она? Да, UV-мэппинг у нее нормально. Все хорошо. Отлично. Теперь стаканчики. Стекла. Ну можно еще вот здесь вот металлы сделать для лампы. Это не сложно совсем. Мне не очень хочется тратить все время, поэтому я сделаю так. Я лампу разгруппирую, и вот саму лампу я сделаю тоже из темного металла такого же. А ее ободочки я сделаю из копии металла стали полированной. Только я ее скопирую целиком в полном составе. Очень удобно. Я могу скопировать блок. И сделаю единственное отличие от базового. То, что здесь она у меня будет более матовая, еще более матовая. И она будет цветная. То есть это будет не совсем нержавейка, это будет скорее латунь. То есть я выставлю диффузный цвет желтоватый, но все равно очень темный. Главное цвет отражения сделать желтый. И вот пожалуйста получается такая типа латуньки. Но тоже видно не чувствуется пятна полировки такие неоднородные, как будто она уже далеко не новая. Назначил на все эти орнаменты. отнюдь я конечно не уверен что этих орнаментов есть хоть что-то напоминающее юву мэппинг и способно работать в этом разрезе. Отчетная кнопка SCI не нажимается. Это что за новость? Интересно это нажимается. Ладно будем считать это было временно рассудка у редактора материалов. Сейчас все шикарно. Материал готов работать. Но он будет потом видеть красиво. Сейчас пока к сожалению только черный. Потому что здесь металлические материалы работать не могут. Можно включить и показывать на нем. я боюсь у меня будет дико после этого лагать звук на вебинар. Потому что запущенная система визуализации вряд временно система трансляции вебинара начинается как-то вести культурно. Вот с металлами почти все хорошо. Но видите ключ к успеху это вот эти черно-белые картинки. Ну и в общем-то металлические материалы на этом вроде как и подвышли. Но потом нас ждет еще жесть вот здесь с металлом. Ну это ладно отдельный разговор. Теперь на очередь стекла. Стекла тоже хочется показать такие немножко не новые какие-то чуть-чуть затертые. И вот чтобы они получились затертые мы делаем обычное стекло но у него есть понятие матовости стекла. В общем если матовое отражение матовость прозрачность достаточно куда-то из них поставить картинку с пятнышками и получить тоже вот такой интересный эффект. Давайте покорян расстановлю. Надо заметить что в низком разрешении все эти премности видно особо не будет рендерить картинку большого разрешения там будет видно но тем временем стаканчики что у нас со стаканчиками хорошего возьмем новый слот перекинем туда какой-нибудь материал сделаем несколько описан обычное стекло без излишеств диффузный цвет черный рефлект рефлект белый рефракт белый все стекло готово но стекла мягко скажем делать несложно но это обычное такое чистое стекло если вы хотите хоть какой-то эффект заляпан чем-то или из него пальцем уже подержались или отмыли не очень хорошо надо ставить картинку в глотинность притом их два есть глотинность на рефлекции тогда она будет чисто отражать матрую и есть глотинность на рефракции будет именно не обязательно достаточно матовых отражений хотя и так так можно и туда и туда поставить картинку пожалуйста я поставлю в R глотинность битмапочку которая называется дете рефлект или дете глаз тоже красивая вот такая вот она не очень большого размера но и большие не любится она достаточно лодкой просто с абстракт петлями и вот я уже вижу на стекле вот они пятна лежат матовые можно ее же подключить еще и как глоссинус рефрактор видите она подключена и в рефлекшн и в рефракшн глоссинус но рефракшн глоссинус дает слишком бешеный матовый эффект там надо уменьшать очень сильно ее влияние но и плюс рефракшн глоссинус не очень любят интерьерщики использовать таких визуализаций как на сей комнате вот получилось тепло посложнее опять-таки можно цветокорректора сюда засунуть допустим хотя бы на рефлекшн вот сюда и сделать поконтрастно ну вот прекрасно уберу насыщенность можно делать картинку черно-белой просто убирая настройку saturation 0 это позволяет сделать одновременно черно-белую инвертирование если надо здесь включить инверт в канал а насыщенность поставить нолей получается сразу и черно-белую и инвертирование ну вот такое стекло получилось перестарался немножко конечно здесь вот так как-то все же реально будет ладно я могу долго с этим ковыряться все шикарно мне нравится ну и по крайней мере пытается нравиться назначена оба стаканчика можно посмотреть как сама картинка сидит то есть нажатие отображения но тогда если вы хотите увидеть картинку надо временно у стекла убрать прозрачности он то и другое не показывает то есть рефракт остались черные тогда вы здесь увидите как работает картинка вот мы видим с вами саму картиночку как нас проецируется но когда я включаю рефракт прозрачность высокая я ее уже бутылка бутылка кстати пускай будет такая же разгруппирую ее вот пробочку вот эту сделаю с чего-нибудь что-то у меня уже есть платуль пускай будет а лучше темность темный материал этикетка ну с этикеткой тоже все очень просто я не буду особо усложнять возьму базовые материалы еще один добавлю кончились напоследок оставил все самое интересное но сейчас мы уже подберемся где-то у меня материал нигде потому что я карты смотрю надо материал материал другое дело так этикетка ставим в diffuse битмапочку вот такую и я понимаю что битмапку не обрезали фотошоп вот она этикетка ладно можно обрезать прямо здесь не все об этом знают у вас у битмапа есть такое понятие кроппинг плейсмент обрезка подгонка ставите галку apply нажимаете view image и тогда открывается картинка с битмапом и появляются вот такие режущие рамки которые можно использовать для вырезания с битмапом нужно выпускать то есть можно прямо здесь вот так вот указать какая часть битмапа вам нужна поэтому если вы не врезали фотошоп вы можете вырезать очень добрый все обрезан ну и опять таки я добавляю блеск и я бы хотел чтобы блеск тоже был с пятнами как будто она такая ну немножко с глинцеватостью и я ставлю опять картинку какой-то тип такой ставлю я ее именно на глянце силы процентов 50 лепим на этикетку успокаиваюсь что касается самого вина вернемся к стеклу мне нужно еще одно стекло только теперь оно немножко необычно у него у этого стекла цвет рефракта будет чуть-чуть розоватенький капелька капелька вообще-то вино мне нужно красное но я не хочу его через рефракт делать это будет не вино да стекло сейчас я схитрю я возьму объект включающий за вино и в бутылке в стаканах все остальное спрячь вот вино и оно получается вот таким идея в том что у вина краешек должен быть более прозрачным чем середина поэтому у вирея есть такое понятие и у короны тоже называется фог туман туман заполняет объект внутри делает его менее прозрачным по принципу чем глубже тем сильнее прозрачно стеряется так делаются жидкости пустые типа того же вина я указываю что хочу цвет фога красный такой глубокий и вот теперь мне нужно подобрать густой настройку фог мультиплеера то есть силу пока неизвестно какую ставить надо рендернуть вот очень густой цвет набрался прозрачность практически отсутствует фог мультиплеер наоборот прозрачность высокой я могу вообще рефракт сделать чистой белки вот теперь у меня она вот абсолютно прозрачная и теперь повышая фог мультиплеер я буду добавлять глубины этому вину допустим 05 вот 05 ой плохая кнопочка какая плохая кнопочка вина так вот 05 видит уже очень густой можно экспериментировать 0201 то есть вот именно за счет фога теперь он убирает глубину цвета и прелесть в том что именно там где оно в толще вина оно будет давать больше глубины чем там где он тоненькая то есть вот видно что здесь там где кончик бутылочки оно будет бледно-розовое а там где она толсто там оно будет густой очень хорошо видно как толщина среды влияет на степень разращиваться трюк для визуализации предметки пожалуй еще фога добавлю до 04 который на 5 ну ладно хороший сейчас можно долго возить горшочек ну с горшочками я не хочу мучиться я сделаю вот такой чайник то есть где там чайник вот где-то здесь вот он с царапкой я сделаю только копию и в эту копию диффузный цвет диффузный цвет пожалуй подключу через рисунок то есть я воткнул туда как-то микс в нее поставлю битмапочку с рисунком кстати можно с любым другим пожалуйста вот с таким ну только черно-белым должен быть а вот а пускай будет тот же самый или вот этот тоже вот и отрегулирую цвет в миксе пускай сам горшок будет коричневым хотя конечно не очень подходит к нашему голубому сервису пускай а рисунок будет посветлее чуть-чуть видите очень удобно то что я цвета подбираю прямо здесь по горячим следам а не фотошоп перекрашиваю как вот хорошо такое пожалуй меня устроил нормально цветочки вот здесь сложный материал уже начинается сложный только давай цветочки оставлю напоследок мне будет три сложных материала два наверное совсем сложных хочется разобраться с головой лапки тут вроде материал не сложный можно даже в базовых создать но все-то я лучше сделаю вкладочку успешно вот обычный материал ткань без выкрутас какая-то матовость ставлю рисуночки рисунок будет вот такой бам можно поставить бамп какой-нибудь где-то у нас как-то бампы подходящие ну вот жена вот это будет как бамп работать вот получилось что-то на тему как я это вижу но только друзья мы видим с вами что на рендере не чувствуется просвечивание ее насквозь она не дает эффект светового пучка я ставлю материал специальный вероятский называется двухсторонний он же в народе просветка вот и подключаю этот материал к просветке как его главный материал теперь просветка что делает она дает возможность свету пробивать насквозь и очень мощный эффект конечно да я хочу чтобы этот рисунок он не не каким-то материалом который не пропускается металл у просветки у материала to side есть такой слот называется translusions текстура это черно-белая текстура которая черном показывает где просвечивание не работает белым где работает я могу взять вот ту самую карту и подключить как просвечивание здесь мы не увидим результаты но на рендере получится интересная вещь теперь рисунок вот этот просвечиваться прекратил а ткань по-прежнему просвечивается вот такой вот очень клевый результат получился для регулировки силы эффекта достаточно подключить его через color corrector но вот этот трюк с подключением color corrector это конечно это 5 как говорится и видно что надо наоборот сделать то есть фон должен быть белый а рисунок черный я меняю его на инверт то есть на обратный не очень то он инверт с этим не сделал хорошо вот так что-то в духе вот этого вообще отличное и смотрю что отлично я думаю сейчас видит что рисунок неудистый и свет не может прожать а ткань свет охотно прожигает хороший материал интересно но пошли уже материалы один другого крашу теперь материал цветочка с цветочком какая ситуация ну тут есть три объекта есть сам горшок есть веточки вот эти я не хочу время тратить не хочу возьму сколько-нибудь материальчик обычный покрашу веточки сделаю их не знаю зеленоватыми все с ветками готово вообще не хочу сводиться а вот с листиками тут вот чем дело я хочу чтобы листики были случайным образом трех разных цветов чтобы листики были толстые у меня есть одна картинка вот такая а мне нужно чтобы листики были трех цветов можно пяти можно десяти осеннее дерево вот здесь вот так вот дерево листики а мне нужно чтобы листики были разноцветные это можно сделать есть карта вероохитра называется мульти-субтекст. Она может назначать разные компоненты на разные, так называемые, айдишники. Вот каждый листик – это свой элемент. И есть модификатор, который можно к листикам применить вначале, который называется Material by Elm. То есть материал согласно элементам. Я скажу ему рендом, то есть случайно распределить. И скажу, что хочу три материала. И вот теперь этот модификатор может его, кстати, к черепице применять, если он не рисован, по-честному, тоже очень зачетно. Он теперь на каждый объект случайным образом наклеил свой номерочек от одного до трех. Потому что я сказал рандом, то есть случайно, всего три номера. Что дальше? Дальше самое интересное. Берем материал. В него, в этот материал, извините, пришло проверить, как дела. В этот материал втыкаем карту Bitmap, которая называется V-Ray Multi-Subtext. V-Ray Multi-Subtext, по-другому. Она, как видите, предлагает кучу компонентов для подключения. Я скажу ей, хватит трех. Она уберет остальные. Теперь нужно подключить базовый компонент, дефолт. Какой? Вот этот. Готово. И я скажу, давай его же подключай, как первый, как второй, как третий. А как вы думаете, что теперь надо сделать? Повтыкать в Color Corrector на каждый компонент и подкрасить немножко по-своему. То есть я говорю, давай сюда. Сюда. Да блин. Ай-яй-яй. Просто видно хреново, но сами понимаете. Ну и все. Взял этот Color Corrector. Допустим, сдвинул Shift немножко в сторону желтого. А здесь сдвинул Shift немножко в сторону красного. Вот теперь у меня часть листиков будет зеленоватая, часть желтоватая, часть красноватая. Рендер. А, назначить не пределаю, да. Слышал я, что если материал назначать, лучше работать. И вот что мы видим. Видно, что часть листиков какая-то в красноту ушла, часть зеленая, часть желтоватая стали. Можно по яркости было разбросать. Ну, я довольно сильно разброс сделал. Конечно, не стоило прямо так, уж совсем жестко. Вот как-то так лучше будет. Я вот лучше одни сделаю побледнее, а другие сделаю по ярче чуть-чуть. Все, хорошо. И, кстати говоря, вот это все можно было еще засунуть, конечно, в материал V-Ray Two-Sided. Немножко меня раздражает, потому что нет какого-то фейворец типа закладочки, где можно сложить самое часто использованное. Вот, возьму я материал V-Ray Two-Sided, просветку, заряжу в нее эти листики и поставлю силу просветки поменьше. А можно еще взять рисунок листика, рисунок листика, подключить как просветку, как карту просвечивания, и зарядить сюда цветокорректор, настроить его как-нибудь типа вот так. То есть он сам, я ему сказал, что давай так просветишь его. Сейчас. Давай чуть-чуть вот. То есть теперь он понимает, что надо просвечивать там, где светлое. И получается, что просветка пойдет по листику, но не по прожилке. Прожилка не будет просвечена, а листик будет. И листик насквозь будет виден как световой такой. Так, ну ладно. Друзья мои, осталось совсем немножко. Но материал столешница. Вот тут мы начинаем историю с материалами класса Blend. Blend материал, это материалы сложные. Они позволяют смешать несколько материалов между собой. Столешница, там сравнительно простая пучка. Это будет мрамор, на котором будет пыль какая-то такая. Я беру материал, который называется V-Ray Blend. Это специальная версия бленда для V-Ray. Отличается от обычного тем, что у него аж 9 компонентов для смешивания. И в него, в базовый компонент, вставляю материал V-Ray. Веревский. Ну ведь я каждый раз по-своему это делаю, может по-другому было. Вот V-Ray материал. Возапас надо заняться. Вот. Это будет материал мрамора. У меня там есть картиночка, такая вот мраморная. Вот, она называется Tabletop. Как-то там неплохо назвал. Вот такая вот. Ее же я переподключу как bump сейчас. И в bump я с удовольствием ватку color corrector, чтобы сделать его почаще. Но, как видите, у меня вообще не обходит сейчас ни одного же материала без color corrector. Уже более на удобности работать. В общем-то, он и так неплохо был, но все же хочется какие-то вот такие вот вещи. микро. И сила bump там будет очень небольшая, там идет минус 2. Просто микро неровности. Так, ладно. Глосинность поменьше, блеск побольше. В общем, как-то он там блестит. Эту же, кстати, штуку можно подключить как карту блеска, как рефлект мэп. Чтобы он не блестел там, где bump меняется. Это надо было не так сильно делать. Ладно, садим. Вот. Все шикарно. Продолжаем разговор. Не так сильно будет карту. Пускай будет полсила. Это обычный материал. Теперь на него хочется положить какую-нибудь пыль или грязь. В бленде второй компонент и маска смешивая. Я ставлю сначала маску смешивания. Это любая черно-белая картинка, которая подмешивает к основному материалу дополнительно. Например, какая? Ну, например, вот такая или вот такая. Они все подходят. Там, где она черная, она остается, как было там, где она белая, там она заменяет материалом другой. То есть мне нужна вот такая, вот такая вот. Только наоборот, на самом деле, надо ее сделать. Как ее сделать наоборот? Можно через color correct. На самом деле, все не можно проще. У любой карты в разделе output есть галка invert, то есть наоборот. Поэтому, если нужно только инвертировать, можно эту галку поставить. И она сразу станет черно-белой. В смысле, она сразу станет инвертированной. Еще бы через color corrector ее немножечко подкрутить. Хочется ее сделать потемнее немного. Вот там, где она белая, там будет сейчас любой другой материал. То есть, заметьте, у бленда. Теперь что получилось? Стоит базовый материал, стоит маска смешивая. Но не стоит с чем смешивать. Сюда ставится любой материал, с которым хочешь смешать базовый. Я беру любой материал, допустим, вот делаю копию еще одну. Вот такой вот. И подключаю его как второй канал. То есть, с чем смешать. Оп. Теперь видно, что у бленда стоит базовый материал, первый материал, то есть дополнительный маска. И вот этот первый материал я для примера сейчас покрашу красным. Или там, фиолетовым. И мы видим, как добавляется такая фиолетовая грязь на базовый материал. И вот как раз цветокорректор влияет на то, скульсием она добавляется. То есть, видите, я могу сделать так, что будет больше цветокорректора. Или меньше. То есть, насколько он заляпан. И вот как я настроил, материал, так и будет. Давайте его сделаем серым. Можно загрузить ему битмап, какими-то царапинками поставить в бам. У нас там были скрэч, царапки? Где-то. Вот пускай они используются. Так, я третий раз проскочил мимо, вот пошел все. Вот. Вот теперь у нас поверх мрамор какая-то там грязь не ровно. И, друзья мои, вот эта вот прелесть, это, конечно, действительно прелесть. Я хочу сделать медь с патиной. Для этого потребуется очень хитрый бленд материал. Я возьму еще один V-Ray бленд материал. И для начала снабжу его двумя материалами обычными. То есть, смотрите, вот материал бленд. Я возьму два обычных материала и подключу к бленду. Один на базовый слой, другой на дополнительный слой. Этот материал я сделаю красным или лучше ровно белым. А вот дополнительный, который будет патиной, я сделаю, допустим, фиолетовым. Сейчас, если я назначу материал и рендерну, я увижу, что, хотя здесь мне пытается показаться фиолетовым, смешивается все это пока бестолково. Потому что нету маски смешанной. Нужна маска смешанная, которая показала бы, куда патину класть, а куда не надо ее класть. Сами понимаете, такую маску у меня, кстати, в фиолетовом не получится. Она очень сложная будет. У V-Ray есть специальная карта, которая, вычисляя рельеф поверхности, вырисовывает в нее грязь, патину, все, что хотите. Ставится очень часто в бленд, как механизм смешивания. Я ставлю его и называется она V-Ray Dirt, V-Ray Grays. Она именно и решит, как смешать два слота между собой. Как бы я не боялся наших уважаемых вебинаристов, я все-таки включу систему рендеринга в реальном времени, потому что сейчас придется менять параметры, и я рехнусь каждый раз в рендеринге. Поэтому, уважаемые вебинаристы, извините, я стану вас сейчас будет со связью трамбу, в смысле не со связью с записью звука. Надеюсь, мы долго не будем испытывать эти трудности. Вот я запускаю систему рендеринга в реальном времени в режиме ActiveShare, она запустится у меня. Вот, уже запустилась. И вот, что она показана. Говорит, вот так наложить патина. Можно регулировать такие параметры, как радиус. Это насколько патина выходит из всяких щелей, неровностей. Так называемый distribution. Обычно ставят с минусом побольше. Она пожирнее. Ну, а теперь мне остается только настроить радиус наложения и дистрибуцию. Допустим, радиус небольшой будет 2, дистрибуция минус 10. Я долго возился с этой картой, вычисляя оптимальную работу. Видите, какая прелесть? Она действительно чувствует рельеф и накладывает как надо. Но я хочу, чтобы патина лежала еще у царапки. Вы можете в радиус заряжать любые карты, тогда там, где грязь, ляжь, дальше гряжет рисунок. Допустим, я заряжу картинку в радиус, битмарочку. Но я уж извиняюсь, что я их заряжаю то так, то сяк, то есть список вытаскиваю, то отсюда, то одно и то же. Я возьму картинку с царапинками типа, допустим, вот этой. Ага. Только ее по контрасту надо сделать. Еще один способ сделать картинку по контрасту, кстати, интересный. Это в самой карте есть понятие кривая. Ее можно регулировать как в Photoshop и ты делаешь любой контраст. Вот такой вариант тоже лучше показать. В правой кнопочке активируется манипулятор. Но разработчики, к сожалению, порно делать вишнюю в жизнь не видели в Photoshop, как там к пиле сделано. Поэтому здесь эти кривые далеко от идеала фотошоповского, но главное работает. Я вот так настроил кривую через низ. И получил вот такую контрасту. Черные царапки с белым фоном. Что это даст? Это рисунок, как накладывать в пирс. То есть она накладывается в нужные места и еще через опумазку фильтруется. И вы получаете вот такую вот прелестную штуку. То есть мало того, что там рисунок сложный, он еще и видит царапки лежит. То есть если я сильно приближу, покажу вам, то это вообще сумасшедший эффект. он накладывается вот так. Заметили, да? Сейчас у нас смешиваются просто белый и фиолетовый, но это могут быть любые материалы. То есть выгодно сначала оттестить на двух контрастных материалов без текстуры. Потому что там будет текстура, будет плохо видно, как это работает. А вот теперь, когда я уже просек, что там все в рамках ожидаемых, что называется, параметров, я беру редактор материала, говорю, так, где-то кто у нас. Вот это базовый, это дополнительный. Базовый переделываем. Будет металл. Кстати, у меня есть металл подходящий, между прочим. Стырить бы его отсюда. Возьму весь металл, скопирую, выделю и скажу перенести в слой в а, вот так подозреваем, извините. В blend. Теперь в blend его найти. Вот он красавец. Ой. Этот удалить, этот подключить. Все, перекомпоновал. Ге-гей. Глючок. Ладно. Дополнительный материал, это будет патина. Ну а с ней все просто, просто какая-то вот такая вот патина, типа, не знаю, вообще я не скопировал патину сюда, да ладно. Эй, где патина? Извините, я забыл патину. Бывает. Эх ты, елки-палки. Ладно, поищу нас в своем жестком диске, извините. Где-то ведь есть она. Я знаю, где она выпатила. Нет, не здесь, конечно. Конечно же, наберем здесь. Как-то я забыл положить в папочку. Но она у меня есть, разумеется. вот такая вот, old metal. Пожалуй, только я пропущу через любимый мой цветокорректор, потому что она у меня получается многоцветная, я хочу одним цветом, я хочу сделать ее просто уже какой-то вот такой вот рыжеватый. Посильнее, пожалуйста. Вот такую я хочу. Все, собственно. И теперь, что мы видим? У нас получился металл, а там, где глубина какая-то, неровность, там матовая вот такая подкорка получилась. Пожалуй, я заставлю повториться несколько раз, чтобы это было интереснее. Вот так. Вот такой сложнейший материал получается. Ну, я и обещал, это не сложный материал, нет? Вернемся глазами камеры. Почти все готово. Вот нам что, VRRT готов показывать. Надо было со стеночек еще разобраться. Ну, а со стеной тоже бленд материал. Давайте я спрячу все, кроме стены. Мы уже близки к завершению, например. Но у меня еще есть чуть-чуть для вас интересного. Я немножко вышел уже за тайминг допустимый, но, надеюсь, у нас вебинар не отключится независимо. Потом я еще отвечу на вопрос слушательный суббинар, и, естественно, вопрос уважаемых людей, которые пришли непосредственно в живую посмотреть мое выступление. Итак, я возьму бленд материал, еще один, вот, виреевский. И в качестве базового материала, опять я все шарики потратил, такой-сякой, да? Да, ладно. Придется снова вытащить. В качестве базового материала поставлю обои. Но обои, кстати, тоже не такие простые. Они диффузный цвет имеют вроде вот этого. Сейчас. Вот базовый материал будет у меня вот такой базовый цвет. Они еще будут иметь карту рефлекта, то есть блеска. Хорошие обои, сложные. Вот он, рефлект. Чтобы они блестели там, где надо. И, кстати говоря, колокорректору надо поярче сделать, просто давать. Давай блестит. Блестит сильнее. Само слабо блестит. Вот другое дело. Вот теперь все. Хорошо. Сойдет? Карта Glossy у нас все нужна. Она тоже есть. То есть матовый с собой, чтобы они давали. Где-то матовый, где-то глянцевый. Кстати, я хочу наоборот. То есть такая, только неверная. Нет? Да. А нет, все-таки лучше будет так. И последняя карта банков там будет. И последняя там будет карта банков обоих. Чтобы они еще и давали рельефчик небольшой. Вот какой-то, не знаю, такой что. Ага, да. Все. Этот материал героически ложится на стену в составе бленда. поскольку других компонентов в бленде нет, это будет единственная работающая. А где стена? Ага, стена. Почему я не вижу материал? Пожалуйста, картинку покажите. Хороший вопрос. А, вот теперь вижу. Забыл назвать, что добывали. Чтобы он повторился несколько раз, мне придется, друзья мои, уменьшить, конечно, его мэппинг, потому что сейчас на фоне моих объектов обои получаются катастрофически большие. Вот так, наверное, лучше. Но я хочу, чтобы на стену легли художества в виде потекшей краски разноцветной. У меня есть для этого специальный материал. Сейчас я вам его покажу. Я возьму еще один героевский материальчик простенький. Это уже финал истории. И у него в диффузике будет стоять картинка вот с такими разводами потекшей краски. Вот она, wallpainting. Вот типа вот так. И он ставится в blend вторым слотом, естественно. А в качестве маски, потому что сейчас они смешаются равномерно, есть специальная черно-белая картинка, которая соответствует рисунку краски. То есть вот сам материал, а вот его маска смешана. Вот ее-то и поставлю. Теперь у меня получили с собой и по ним краску сейчас. С краской тоже своя проблема, нужно ее правильно на U-Mapping посадить. А у меня один U-Mapping уже есть. Как еще один добавить, чтобы они не мешали друг другу? Это делается через U-V-каналы. Надо, чтобы это как-то работало не по первому, а по U-V, по второму U-V-каналу. Их может быть сколько хочешь, эти каналы. Ну, почти сколько хочешь. Каждый в парад-панеджере. Тогда можно вешать несколько U-V-модификаторов на один объект. Это изучается в курсе сложного текстурирования, но это не особо сложно. Затем это сейчас. Вот этим двум картам, то есть вот этой и этой, я включил второй U-V-канал. И здесь, и здесь. Что мне это дает? Теперь я применяю модификатор к стене U-V-Map еще раз и говорю активировать второй канал. И он теперь регулирует U-V-координаты вот для этих картин двух. Могу любую из них показать на экране. Вот. То есть теперь вот она регулируется, а первая карта не регулируется, естественно. Естественно, я вот так могу решить, как она будет запятилюрена. Допустим, вот так. Но важно понимать, эту картинку с обоими я сейчас не сдвигаю, она стоит ровно. Это воздействует только на второй U-V-канал. Довольно сложный трюк, хотя легко включается, но... Ну что же, друзья мои, а вот, собственно, и все. Осталось открыть диалог рендера. Сохранить бы эту картиночку на память. В диалоге рендеринга больше открывается. Так, переключиться на продукцию, сделать получше картинку, побольше. Включить систему шумоподавления для рейдского, чтобы можно было от шума потом избавиться. Это новая штука, вероятно, но изер очень мощная. Убирает шумы со страшной силой, только глючит с видеокарты, поэтому видеорежим лучше отключить скорее. Ну и вот, я запускаю рендеринга, и мы сейчас можем полюбоваться конечной продукции. Конечно же, такой пример, который вы сейчас увидели в действии с материалами, требует некоторого осмысления вопроса, да, как, что это сделано было. Ну и, конечно же, я вам могу предложить, если, так, а где картинка, кстати, была? побольше можно на размерчик сделать, мелковатый. Так вот, я на полусловие, извините, сбился. Этот пример будет выложен обязательно в интернет нашей компании, можем спокойно все это посмотреть в записи, постепенно. все, что мы с вами здесь сейчас, ну, то, что я вам показал, так или иначе, некоторые части, я бы сказал, большей части рассматривается в Вереевских курсах. Сейчас мы как раз вот редактор материалов этот новый изучаем на курсах по Вереи и по базовой визуализации. Ну и вот все три, которые я вам сейчас пользуюсь на сердце. Буду рад видеть вас на курсах, уважаемые друзья. Игорь Негода.